Эти кадры с высоты птичьего полёта с помощью коптера сделал Михаил. Так своё имя иностранец перевёл на русский язык. Вместе с друзьями он добирался до Байкала четыре недели. Никаких самолётов и поездов, только три мотоцикла класса эндуро. За это время израсходовано 400 литров бензина. В путь отправились, чтобы снять фильм о Байкале. Мне безумно понравилась природа. Такое нигде не встретишь. Путешествие было нелёгким. Мы ехали по бездорожью. Но мы к этому были готовы. Наши мотоциклы справились с этим. Каждый из нас с детства за рулём мотоциклов. А ещё я хочу сказать про людей. К нам все относились очень хорошо, добродушно. Рассказывали про Байкал. Мы много узнали интересного. Это путешествие незабываемое. На эндуро чехи добрались до села Курумкан в Бурятии. Затем обогнули Байкал и отправились на остров Ольхон. Две недели в палатках на берегу Священного озера. Тушёнка и гречка на обед. А вот традиционное бурятское блюдо бузы иностранцам не пришлись по вкусу. Впрочем, как и чебуреки. А вот шашлык и свинины распробовали и не один раз. Это блюдо стало и хорошей закуской к русскому алкогольному напитку для мужской компании. Таким составом друзья путешествуют на мотоциклах уже не в первый раз. Два года назад вместе колесили по Казахстану и Киргизии. Михал – страховой агент, родован, столяр, а Петр – водитель фуры. Но, несмотря на разные сферы деятельности, их объединяет любовь к приключениям. Были сложности, языковой барьер. В школе я три года учил русский, а вот друзья только познают этот могучий язык. Но чтобы описать ту красоту, которую мы видели, никаких слов и языков не хватит. Мы поехали на Байкал, потому что это красиво. Вода – это нечто. Мы пили воду прямо из Байкала. А какая красивая природа. Иркутск – это красивый город. Мы не поехали в Лан-Удэ, оставалось мало дней. Мы это время хотели провести здесь. От массы новых эмоций накатила усталость. И свои мотоциклы друзья поездом отправили в Москву, куда улетят завтра. И уже из столицы России вернутся к себе на родину. Где возьмутся за монтаж фильма о Байкале. Обещают выпустить в прокат свою ленту о путешествии этой зимой. Чтобы за чашкой горячего чая вспоминать о жарких днях, проведенных на Священном озере. Анастасия Цыганкова, Константин Синицын. Новости сейчас.